Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Передний привод, автомат, 1.8 объем. На этом автомобиле мы сегодня заменим приводной ремень, два ролика и на натяжном ролике мы заменим подшипник. Открываем капот и смотрим, как нам куда подобраться. Открыл капот, вот ремешок, здесь же и ролик один видно, который мы как раз заменим, ручейковый ролик. Но чтобы удобнее подлазить, мы сейчас снимем колесо. Также я открутил вот здесь два болта и сниму вот этот пыльник. Здесь удобнее просто подлазить, уже освобождается место. Вот, сейчас снимем колесо и снимем еще боковой пыльник. Поднимаю немножко машину. Снял колесо. Вот здесь снизу снял две клипсы, снял здесь две клипсы и расслабил вот этих три клипсы. Теперь их выдергиваю. И можно снять вот этот пыльник. Видно наш ремешок и видно наш ролик, который мы тоже заменим. Теперь находим натяжной ролик и ослабляем его. Вот натяжной ролик. Он получается стоит чуть ниже вот этого ручейкового ролика. Головка болта на 14. Сейчас попробую одеть накидной ключ на него. Да, вот одел. И поднимаю ключ вверх. Я думаю, для удобства, наверное, сниму я расширительный бачок. Откручу болт на 12. Вот так вот его в сторону отведем. И поднимаем ключ вверх. Натяжной ролик. Ролик вверх для ослабления. Я не могу поднять, он почему-то не идет. Решил открутить вот этот ручейковый ролик. Тоже болт на 14. Скину ролик. Ремень сойдет, а там уже разберусь с натяжным роликом. Скидываем ремень. Предварительно зарисовали его схему, как он стоит. Теперь разбираемся с натяжным роликом. Он должен вверх ослабляться, потому что вниз он натянулся. Вот он, сейчас видно его. Но я его поднимаю вверх. Скину. Скину. Он почему-то закусывает. Вот он, вот в этом положении он закусывает. Откручу ролик, болт здесь, обратная резьба. И открутим сам натяжитель. Посмотрим, что там у него подкусывает. Верхний болт на 12. Откручу. Верхний болт. Верхний болт. Верхний болт. Верхний болт. Верхний болт. Верхний болт. Откручиваем нижний болт. Нижний болт. Нижний болт. Видно, он ходит. Вот я себе покажу. Стучит. Болт тоже на 14. Удобнее открутить его снизу. Верхний болт. Берем головку на 12 и откручиваем второй болт натяжителя. Верхний болт. Верхний болт. Верхний болт. наш натяжитель снизу есть для ключа как раз здесь показано ключ на 17 и лифт натяжка на ослабление поэтому делать надо не сверху будет натягивать ремень а снизу сейчас его продую и промою очистителем снял ролик пытался его разработать и помазал и помыл вот у него сектор натяжки вот он должен в этом секторе ходить он доходит только до середины дальше он не идет упирается во что-то и жестко ломать его не захотел есть вероятность отломать а в данный момент у нас такого нет сейчас попробую его установлю новый ремень накидывать буду когда посмотрю что у меня получится с натяжкой если он нам будет создавать проблемы тогда придется его менять устанавливаем натяжитель и устанавливаем новые ролики заводим натяжитель наживляем нижний болт и затягиваем нижний ролик мы устанавливаем новый оригинальный 134 1а 051 вот такой вот ролик второй ролик верхний который ручейковый у нас тоже оригинальный 134 1а 042 вот такой вот ролик берем прикручиваем нижний и прикручиваем ролик натяжителя нижний установили ставим ролик натяжителя не забываем резьба левой вот про что я говорю он доходит вот до этого места и здесь он клинит дальше он идти не хочет новый ремешок мы берем гейтс 6 пк 2203 2203 и раскидываем ремешок и раскидываем ремешок установил новый ремень вот он стоит если по ролику посмотреть ролик его выбирает но отдел я его через жопу честно сказать по-русски из-за того что ролик клинит я не могу его вернуть еще дальше назад мне не хватает амплитуды для натяжки чтобы его одеть этот как я его открутил я закрутить не могу потому что болт идет на перекос усилия натянуть я не не имею я взял наживил обновь прикрутил этот ролик накинул весь ремень по периметру и потом отдел частично отдел на натяжной ролик его но при этом натяжной ролик я снизу натянул ключом почему я эту всю процедуру не показал очень было неудобно и снимать и делать натянул ключом зафиксировал его в максимальной натяжке и отсюда уже стал натягивать его рукой одной а второй рукой головкой на 22 стал крутить коленвал прокрутил коленвал отдел его здесь его натянула на ролик но при этом сзади на гидроусилители то есть не на гидроусилители а на помпе у нас ремень перекосил он одной стороной стал наползать на ролик когда он здесь у меня зашел на ролик я его придерживая здесь коленвал прокрутил немножко назад все после этого я проверил ремень по всем ручейкам лежит ровно схема ремня вот такая это вот ролик натяжителя вот так она разводится если кому-то нужно будет сейчас устанавливаем расширительный бачок на место и одеваем шланг ну могу сказать ремонта здесь не делалось ремень и ролики здесь не менялись а натяжитель пришел в негодность он натягивает но натягивает только с середины и назад дальше середины я его вернуть не могу поэтому прежде чем соберетесь покупать его не заказывали потому что он дорогой поменяли только подшипник в самом ролике у себя лучше проверьте сначала какой у него ход не клинит ли он если клинит лучше заказывайте новый и меняйте ну на этом все замену ремня и роликов мы произвели всего вам доброго и 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